Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Анна Левченко и Валерий Блюменкранц готовятся стать родителями общего первенца. К слову, первые недели беременности дались Ане нелегко. Будущая мамочка с трудом справилась с токсикозом и болями в суставах. Впрочем, теперь девушка чувствует себя значительно лучше. Накануне Аня и Валера вместе посетили клинику, чтобы пройти полное обследование, а заодно и сделать первый скрининг. Пока на таком раннем сроке паре не удалось узнать полнаследника. А вот разглядеть кроху будущие супруги смогли и даже запечатлели на камеру этот момент. Пока Валера восхищался малышом, Левченко не терпелось узнать самое главное. Как оказалось, Ане важно поскорее понять, родится ли у нее дочь или сын. К слову, уже сейчас участница телестройки вовсю выбирает имена для первенца. Бывшая участница уже занята в двух новостных проектах, но задумывается о третьем виде деятельности. Алена Рапунцель собирается стать дизайнером, она в ближайшее время будет работать над коллекцией детской одежды и уже придумала множество идей, какие вещи можно шить и продавать подписчикам. Недавно молодая мамочка побывала на выпуске дизайнеров Академии Моды. Ее пригласила основательница компании, с которой Алена сразу же подружилась. Савкина довольна тем, что побывала на таком интересном мероприятии и считает, что лучшая мотивация что-то делать и не сидеть на месте общаться с успешными и активными людьми. У Алены сейчас плотный рабочий график, но она находит время для саморазвития. Дом 2 остался далеко позади, нужно идти вперед, чтобы быть интересной подписчиком, а не думать о прошлом, считает Савкина. На показе мод она мысленно представила себе, как будет выглядеть детская одежда и зарядилась позитивом, поверила в свои силы и возможности. У нее в голове много идей, Рапунцель младшая хочет выпускать одежду для мальчиков, на это вдохновило ее общение с маленьким Богданом, которому достаточно сложно приобрести красивые и качественные вещи, ну а модель у нее для презентации костюмов и футболок уже есть. На данный момент Савкина одна из немногих бывших участниц проекта, которая решила работать, а не сидеть только на рекламе и ждать, когда ее истории станут неинтересными подписчиками. Скоро выходит трек ее песни, а затем она будет развиваться и учиться работать в сфере дизайна. Интересно, кто ее продвигает в шоу-бизнесе и к чему может привести желание быть везде и сразу и хвататься сразу за несколько дел, не имея ни образования, ни необходимых навыков и знаний. Это просто праздник какой-то. У Ильи Яббаровой Насте Гол через месяц должна состояться свадьба, но в свадебном конкурсе эту пару участники прокатили и выразили свое презрение к заслуженному участнику Дома-2. Ведущие вроде бы и гладят Ябарова по головке, но на его день рождения Алену Савкину не пустили на поляну, а спонсоров до сих пор, как и рекламы, нет. И вот в очередной раз над Ябаровым решили посмеяться редакторы шоу Бородина против Бузовой. Во время ток-шоу в студии появилась Маргарита Ларченко, которая приготовила для Ябарова сюрприз, свою ослепительную улыбку. Глубокое декольте, стройные ноги и напоминание, что она-то относится к нему хорошо, но вот он лучше бы не обманывал свою очередную девушку. Потому как Гол в гневе страшна, что будет, если у нее не будет росписи и романтического путешествия. Тут же последний шанс никуда Ябарову не сбежать от Настены. Если у него настоящая любовь, то пора жениться по-настоящему. Ларченко настоящая красотка. Она якобы пришла поддержать Ябарова, но в то же время щелкнула его по носу. Как всегда, это с легкостью делает. А в помощь ей прислали Алену Савкину, которой Илья тоже когда-то делал предложение. Жаль, что не всех невест Илюхи собрали. Посмотрим через неделю в эфире Бородина против Бузовой, как он будет дергаться и делать вид, что у него заболел живот. Вячеслав и Юлия Иванченко стали самыми настоящими изгоями в коллективе. И это уже никого не удивляет. Не успел забыться конфликт парочки с Федором Стрелковым, как Слава вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз парень попался под горячую руку Никите Уманскому. Правда, в отличие от Феди, Никите пришлось заплатить за рукоприкладство, что в штыки восприняли в коллективе. Судя по всему, супруги Иванченко не собираются находить общий язык с участниками и готовы покинуть шоу со скандалом. По крайней мере, так утверждают на данный момент сами Вячеслав и Юлия. На шоу Бородина против Бузовой парочка заявилась в состоянии алкогольного опьянения и даже не попыталась этого скрыть. Напротив, Иванченко дал понять, что едва ли не гордится своим состоянием и смелостью, ведь он первый, кто вот так попытался сорвать съемки. Впрочем, долго красоваться на камеру Славе не пришлось. Взбешенные, подобной наглостью Бузова, удалила и Славу, и Юлю из студии. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта Шлок. Напрасно ждет Юля Белая, что сможет опять попасть на телепроект Дом-2, как только с острова любви переместят на поляну Евгения Ромашова. Отреагировав на новую симпатию Жени, Кристину Бухонбалте, Белая заявила, что пусть погуляет и, в чем она уверена, вернется к ней. Не тут-то было, долго ждать придется Юле, продолжая на этой теме спекулировать в социальных сетях. Во-первых, Женя Ромашов явно соскучился по женскому вниманию, и с бойкой Кристины ему весьма комфортно на сейшельской площадке. Бонусом идут выездные свидания и ролики, открывающие эфиры с как в дневном выпуске. Во-вторых, в очереди желающих покинуть остров любви тройка лидеров на отправку. Семья Юлии Щеглова и Игоря Русанова плюс Никита Барышев, которые жалуются на перенос рейсов и опасаются застрять там еще на некоторое время. В-третьих, и на поляне Дома-2 ждут Евгения Ромашова другие участницы из числа новеньких, которые в эфирах заявляют, что переписываются с музыкантом. Просчиталась Юлия Белая, увязавшись за Лесей Семеренко в побеге с острова любви, о чем явно сожалеет. О конфликте девушек уже писали на шлоке, теперь только и остается Юлия надеяться на возвращение Жени Ромашова и использовать любую возможность хоть таким образом привлечь внимание к себе. Поделилась в социальных сетях Настя Паршина проблемами протекания своей беременности и призналась, что она ждет, пока рекламные менеджеры телестройки найдут подходящую клинику для постановки на учет. В аналогичной ситуации в столице оказалась Ирина Пингвинова, которая на консультацию отправилась не к врачам, а к Александре Черно и Иосифу Аганесяну с визитом. Беременные Дома-2 ждут рекламу от клиник или делят ее заранее, тем более, что скандал в роддоме Александре Черно явно убавил желающих среди медицинских центров столицы заниматься своим пиаром за счет звезд Дома-2. О том, что Саша уже пишет о недобросовестной рекламе от домовских блогеров, уже были новости. Конфликт организовала Чернявская, а страдать теперь будут другие беременяшки проекта. Хорошо, что Анна Левченко успела клинику найти, уже и процедуру УЗИ выкладывает с помощью домовских журналистов. Так у нее и подписчиков больше, чем у Паршиной и Пингвиновой. И Валера Блюменкранц в наличии. Или в истории с таким количеством беременных на Доме-2 поиск клиник для каждой только начало. Впереди ссоры из-за рекламы детских товаров, поиски роддома для каждой и бесконечные подробности беременных о своем самочувствии. Раз монах скоро рожать, ждем и от нее рекламу клиники. Не успел Максим Колесников заикнуться о симпатии и дружеском участии в жизни Екатерины Скалон, как девушка попала в передрягу. Ни для кого не секрет, вечеринка в ночном клубе закончилась для Кати в приемном покое. По чистой случайности в развлекательном заведении Скалон столкнулась с Владом Ивановым. И встреча бывших обернулась дракой, вернее избиением Екатерины. Пока Катя отлеживается на больничной койке, Максим Колесников готовится к бою. Так, Макс уже записал видеообращение для Иванова, где усомнился в его мужественности. Кроме того, Максим пригласил Влада на поляну, чтобы выяснить с ним отношения на кулаках. К слову, сам Иванов лишь посмеялся над брошенным ему вызовом. Да и многие фолловеры не верят в успех Хилова Колесникова. Мало кто сомневается, Владу хватит одного удара, чтобы сбить смельчака с ног. Недавно родившая Ольга Рапунцель догоняют по габаритам Александру Черной. И свежий стоп-кадр недавнего эфира является лучшим тому доказательством. По мнению зрителей, пятая точка Оли достигла катастрофических размеров. Правда, саму молодую мамочку это, кажется, нисколько не смущает. Рапунцель не готова к диете или даже минимальным ограничениям в питании. По признанию участницы телестройки, сейчас ее новорожденная дочь находится на полном грудном вскармливании. И здоровье малышки куда важнее идеального тела и идеальной картинки в кадре. Впрочем, Рапунцель, как всегда, не спешит унывать и поддаваться панике. Молодая мамочка убеждена, что в течение года она придет в форму. Ведь точно так же было и при рождении ее младшей дочери Василисы. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!